Еще при его жизни я написал песню, которую говорю, Игорь, посвящаю тебе, и спел ее здесь, в Незде Блухаря, Игорь к ней хорошо отнесся, ему больше всего понравилось название там, а название было «Была-не-была», он говорит, слушай, я так всю жизнь, да была-не-была, да была-не-была. Мы еще вспоминаем Алганские горы, мы еще не забыли ущелья Чечни, но уже не про них. Мы ведем разговоры, доживая солдатские, скудные дни, тоже не про них. Мы ведем разговоры, доживая солдатские, скудные дни. Помнишь домик с крыльцом, помнишь быструю речку, Помнишь девочку ту, с кем сидел у гастрата. Это было давно, это будет навечно, С этим нам расставаться еще не пора. Пусть девчоночка-то стала женщиной старой, И костер прогорел, и река заросла. Есть у нас на двоих автомат и гитара, И война за окном, и «Была-не-была». Есть у нас на двоих автомат и гитара, И война за окном, и «Была-не-была». И «Была-не-была». Вот еще, когда шла «Афганская война», я написал песню о возвращении. Она называлась «Кабул-Ташкент». А вот сейчас, в последний день, она приобрела некоторое другое звучание. Я испою. «Кабул-Ташкент» И далее на Киев, где заждались Крещаник и Подолок, Санна Энн, И многие другие, которых я пока что не нашел. Сброшена лишь с небес, сдана ГМС, И получена медаль. И глядишь с небес, как Афган исчез, Впереди другая даль. Кабул-Ташкент, и далее на Киев, где заждались Крещаник и Подолок, Санна Энн, И многие другие, которых я пока что не нашел. Родина в окне, вот она стене, Над кроватью свет луны. Что сказать жене, если снится мне Не любовь, а путь с войны, Кабул-Ташкент, и далее на Киев, где заждались Крещаник и Подолок, Санна Энн, И многие другие, которых я, конечно, не нашел. Кабул-Ташкент, и далее на Киев. Над русской землей Нерусские птицы, Их крылья черны, Их чужды голоса. Проснулся ли я, или прошлое сниса, Ответит война через четверть часа. Про светлые зарены, Других садов были ли нет, И русские звезды почти не даны. Ах, если бы знать, что не сплю в самом деле, За десять минут до начала войны, Остаться бы в живых, Нет, остаться бы свящим, Не видеть, не слышать, как взрывы сверкнут. Ведь прошлые войны, лишь больны настоящие. Когда до войны пять последних минут На русской земле не осталось спокоя, Но будет победа, но будет весна. Отец в сорок первом мне мажет рукою, Чтоб я не забыл, как приходит война. Отец в сорок пятом мне мажет рукою, Чтоб я не забыл, что такое война. Война. Ну, тему все-таки нашей встречи я назвал, Она начиналась со словом «Любовь». И поэтому никуда не денемся, Сколько бы нам мужикам не было, Если мы остаемся мужиками, То влюбляться мы будем бесконечно. Был такой очень хороший русский советский поэт, Которого, конечно, сейчас почти никто не знает, Василий Федоров. Коротко процепирую. А я когда-то думал, что седые Не любят, не тоскуют, не грустят. Я думал, что седые, как святые, На женщин и на девушек валютят. И потом он передумал. Песня называется «Ищите женщин». Судьбой командовать нельзя, Жизнь переменчива. Ищите женщину, друзья, Ищите женщину. А та причина всех причин, Одна безвечная. И сколько бы не было мужчин, Ищите женщину. Откуда в сердце холода, И в жизни трещина, Ищите женщину всегда, Ищите женщину. Вдруг научился предавать, Что ж, делать нечего. Ищите женщину опять, Ищите женщину. Ведь жизнь случайна, Она, А смерть обещана. Покуда не пришла она, Ищите женщину. Покуда не пришла она, Ищите женщину. Аплодисменты. 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 Священа стоит на балконе чужая жена Послушайте, это не песня, а вы Проедет машина, поднимется вы И женщина снова, как партный год Из жизни моей, из балкона уйдет Конечно, я сам был во все вина Конечно, нельзя возвратиться назад Но как мы посмели, но как мы смогли Расстаться с любовью в случайной пыли Пора здесь дорогу перегородить И мне бы пора перестать приходить На улицу вихрева, к дому тому Где я ни себя, ни ее не пойму На улице вихрева, к дому главой И старый балкон над моей головой И утренним солнышком освещена Стоит на балконе чужая жена Одна песня о вечной любви Петь и любви, сердце устало И не болит старотатный вино Разве в воду счастлива стала Рядом со мною, рядом со мной Разве в воду счастлива стала Рядом со мною, рядом со мной Не подойду, не потревожу Призраком счастья не оживлю Разве мы с ней не были похожи Разве ее я нынче люблю? Снова предный месяц печали Дали прозрачный, дали пусты Разве вся жизнь не так, что в начале Нашей любви, нашей мечты? Остановлюсь, остал венею Взгляд от прошлого не оторву Разве я знал, встретившись с ней Что я рассталась с ней на юг Петь и любить, сердце устало И не болит старотатный вино Разве в воду счастлива стала Рядом со мною, рядом со мной Девятая рота Еще на границе и дальше границе Стоят в ожидании наши полки А там на подходе к авганской столице Девятая рота примкнула штыки Девятая рота сдала портбилеты Из памяти вычеркнула имена Ведь если затянется бой до рассвета То не было роты, приснилась она Войну мы тогда называли работа А все же она оставалась войной Идет в боговую девятая рота И нет никого у нее за спиной Пускай коротка ее бронеколонна Последний ходивший в мирном строю Девятая рота сбивает заслоны Известно в декабрьском первом бою Прости же, девятая рота отставших Такая уж служба, такой был приказ Но завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас Ведь завтра зачислят на должности павших В девятую роту кого-то из нас Войну мы тогда называли работа А все же она остается войной Идет по Тверскому девятая рота Пусть нет никого у нее за спиной Идет в России девятая рота Жаль, нет никого у нее за спиной У меня был какой-то телевизионный фильм Еще на советском центральном телевидении Назывался «Офицерский романс» И вот, да Сейчас, кстати, ютуб-по мы закрыли Но, в принципе, где-то на моем сайте Осталось не очень хорошие записи А сайт нужно набрать Виктор Верстаков Не просто Верстаков, потому что там все черное Ничего выскакивает там Где молотки там, где это самое Где ремонт Виктор Верстаков из сайта он будет И вот мне показалось, что один из первых вариантов Вот песни «Офицерский романс» Он сейчас как-то по-новому звучит «Офицерский романс» Желтый лист на погоне Хрепловатый надет неизвестной войны И чужие глаза, и родные ладони Батальонная яфь и гарнизонные сны С 18 лет под военные марши Мы служили и жили и верили в них А «Офицерский романс» Он для тех, кто постарше Он для тех, кто случайно Славы все в живых Боговой барабан громыхает все глуши Все копыты и пули над нами жужжат Слух привык ко всему Не привыкли бы души Те, что Богу и Родине Принадлежат Офицерский романс Одинокие ноты Перетянутых струб Восплавившей стране Замолчать бы навек Но невидимый кто-то Подпевает полголоса там на войне Замолчать бы навек Но невидимый кто-то Подпевает полголоса здесь на войне И вот эта песня, которую я почти анонсировал Когда говорил о разных войнах Которые начались после Арганистана Я вот как-то хотел для себя привести в систему Вообще вот где, в каких там горячих, холодных точках бывал И вот это, ну, получилось, что почти везде Если что-то пропустил, простите, да Но, кстати, далеко не всегда в разгар боевых событий Иногда чуть раньше, прежде всего, иногда чуть позже Но, в принципе, эта песня называется «Далее везде» С подзаголовком размышления русского офицера О генеральном штабе Проснулся утром, чую быть в беде Где пил вчера, какие были папы Лишь помню директиву из генштаба В Афганистан и далее везде Прошел в Афганистане, в Падене и в Висе Был в мурахилке и в сковороде А дома директива на Тбилиси Ну и затем, как водится везде От субиков отбился малой кровью Врел, что синяк остался на груди А из генштаба крич на Пренестровье Мендеры, Дубасары и везде Потом армяне с альзерами в страхе Сошлись на виноградной борозде Я их мирил в Нагорном Карабахе В Багу и в Сургалитии везде С таджиками не вовсе было худо Всем берез в ребро, вся кровь на бороде Пришлось пройти отсюда и до туда Таджики стал Италией в месте Я разлюбил весь мир юго-восточный Я заскучал по северной звезде Но был направлен в директивы срочные В Абхазии, в Италии везде Но вот осень русские туманы Хотя еще дымились кое-где И я слетал десантом на Балканы На Пришкину и далее везде Но тут Чечня не то чтобы восстала Но расходила горбиться в труде И много наших с дур постреляла И в Грозном, и в Аргунике везде И вновь грузины дурака сваляли Решили осетин зажать в узде И я по транскавказской магистрали Сходил с кинвал и Далии везде Потом я был в Крыму и на Донбассе Весь извалялся в угле и руде Приказы ждал, как перемены в Квасе И темно-гие в Далии везде Но сочинил генштаб другую сказку Что-либо не писалось на воде Я послан был в окрестности Дамаска В Мимим-Валепо Далии везде И сгнал ИГИЛ оттуда Чтобы рядом с Россией был на ничерке где Чтобы Могинштадт командовал парадом Опять в Афгане и опять везде Пусть Могинштадт командует парадом Опять в Афгане, Далии везде Единственное, что я в этой песне не предугадал Я думал, что второй афганский поход Будет несколько раз у большого украинского Все остальное точно Мне кажется, все-таки сейчас волей-неволей Пойдет некоторое оздоровление в стране Я не знаю, как это будет выглядеть Но оно должно быть со всей этой трагедией А началось это все-таки, по-моему, с Севастополя Вот с какой-то сумасшедшей болью Севастополь, который почему-то считался украинским Ну, совершенно непонятно, какое отношение имело Вот, и все И когда освободили, как-то стало Чуть-чуть какая-то хоть смутная надежда Появилась песня о Севастополе Под графскую пристанью шопа Белокой зеленой воды Еще далеко Севастополь Канаджи последней беды Еще инкерландские тропы Полынью не все заросли Еще ты стоишь в Севастополь На краешке русской земли Еще инкерландские тропы Полынью не все заросли Еще ты стоишь в Севастополь На краешке русской земли Над Азии и над Европой Холодные льются дожди Останься со мной, Севастополь Пожалуйста, не уходи Услышен отчаянный ропот Листвы на сенем ветру Останься в живых, Севастополь Иначе я тоже умру Останься в живых, Севастополь Опять жара за шестьдесят Пески взметнулись все висят И лезешь в бронетранспортер Как плыкающий кострер Выхватывая из огня Байкомплект шестого дня А сколько их еще? Спроси пустыню Шесть дней назад, сказал комбат Разведка видел отряд Придут границы прямиком Наверно, коротко знаком Садится не на пути И мы должны его найти А сколько их еще? Спроси пустыню Гудят вертушки день и ночь Они хотели бы нам помочь Да разглядишь ли свысока Среди проклятого песка Где разбежались и легли десяток Тех, кто ближе шли А сколько их еще? Спроси пустыню Во флягах кончилась вода Подбросит небо, не беда Беда, что пьют из кишлаков Они чужие средь песков Там богатей пролезлась Плевать им на габулы власть И сколько их еще? Спроси пустыню В шесть дней в песках Искали тень Седьмой удачный В полудень Паду на плитце Наконец Непыльный ветер А свинец С бархана, с гребня С бугорка Ударили Три дышака А сколько Их еще? Спроси пустыню Пускай под семьдесят Жара Сегодня лучше, чем вчера Два взвода, двинутый в обход Их прикрывает третий взвод Четвертый с пятым На заслон Гранатометный взвод На склон А сколько Их еще? Спроси пустыню Прошла минута Или час Какая разница для нас? Как окончено разговоры Тащит бронетранспортер Перехвативший за приклад В тебя, спередавший автомат А сколько Их еще Спроси пустыню С морозом у меня связано Очень много мистики Если я начну сейчас это рассказывать Время не остается песни Но одну мистику я расскажу Игорек, он сам Вообще-то из такой Из Таганской шпаны Вот Но где-то на его Старой квартире Таганской На родительской Я не был Мы еще не были знакомы А потом он получил Квартиру В доме КГБ На Абельмановской улице А это Ну это метро Пролетарская Рядом с Таганской Тоже Таганка И когда я впервые К Игореку приехал На новую квартиру Я охренел Потому что сразу напротив Кенеатра Победа А за Кенеатром Победы Виден дом Где в новогоднюю ночь По-моему с 71 на 72 год Я познакомился с ее женой И мы прямо так и сразу Друг другу как-то понравились И В общем Как только Ударили куратор Мы с ним выгружали на улицу Чтобы спокойно целоваться Чтобы не помешало В общем Я в этом и сам И с тех пор Я считаю Как-то вот Что с Морозовым Как это объединяет И И И мою семейную жизнь Поэтому Песня о том Как я Документально Напротив Морозова По знакомству С супругой В юбочке замшелой И в свитерке Вижу тебя В голубом далеке Там, где таганка Мерцала в окне Там, где две тени Сошлись на стене Там, где две тени Сошлись на стене Был виноват Старомонный торшер Что мы в один Уместились размер Что проявились Фигурой одной В синем огне Из угла За спиной В синем огне Из угла За спиной Спорить со светом На свете нельзя В дрогнули тени За нами скользя И во дворе В первый час января Сблизили губы В лучах фонаря Сблизили губы В лучах фонаря Предупреждением ночи Назло Мы полюбим друг друга Светло Годы страстей Пролетели, как день В небе мелькнула Прощальная тень В небе мелькнула Прощальная тень Вырастут дети Уже без тебя Я постарею Других не любя Жди меня там В неземном далеке В юбочке завшива И в цитерке В юбочке завшива И в цитерке Вот вынял уже этот фильм Для меня важный там На телевидении Офицерский романс И его снимали мы наполовину Как документальный Наполовину как художник То есть очень много Делали до съемок И в том числе я помню Что режиссер Кстати режиссер тоже был такой Который снимал Обычные художественные фильмы По-моему Юра Кассидова Вот И он на одну съемку Принес фляжку Такую солдатскую Да Ну и с канистража Он увидел там Он крутил пробку Оттуда вино пахнет Я говорю Что там это самое Знаете Это что Батчин что ли Ну конечно То есть принес наверное Выкид Нет Говорит Это я для съемок Оказывается В одном из эпизодов Какой-то мы снимали Какой-то песни По-моему Для Нюрки Что ли Но в общем Ему был важен кадр Где Автоматная пуля Там пробивает Фляжку И из нее течет Что-то красное Вроде как кровь Вот после Писал песню А не фляжка А не фляжка И не вода Течет как кровь Спасай последняя Тельняшка Дай силы первая Любовь Спасай десантная Тельняшка Да и силы первая Любовь В чужой земле В нерусском небе Война следила День за днем Как на солдатском Горьком хлебе Мы выживали Под огнем Атаки, рейды И подрывы Стук пулемета И сердец Но мы с тобой Остались живы Мы вернулись Наконец А если снова Станет тяжко И нас Война Догонит вновь Спасай последняя Тельняшка Дай силы первая Любовь Спасай десантная Тельняшка Тельняшка Да и силы Женская Любовь Аплодисменты А песня была написана где-то в середине еще афганских событий То есть директор Демитриевич Женков Аплодисменты Аплодисменты В окошко В окошках уставился Жуков Советник в Афганском полку Советник в Афганском полку Он помнит Он помнит ту дату Когда в роковом декабре В полку взбунтовали солдаты И ждали его на дворе И вышел военный советник Небрежно ремень теребян А там под ремнем пистолетик Девятый патрон для себя Глаза Опускали сарбазы И пятили спада на ум Советник страшнее приказа Они подчинились ему Своим пистолетиком малым Сарбазов погнал он вперед Туда, где за каждым дувалом Нетежный с врачем пулемет И шли, приливаясь от страха Судьбу проклиная, молчали Советник страшнее Аллаха Когда он из русской земли Так что ж ты, советник невесел В экспрессе Москва-Ленинград Мир тот же, без крови и песен Как годы четыре назад Не ты уезжаешь в разлуку А мы с тобой разлучены Спи, Виктор Дмитрий Ведь жука Советник советской страны Ну здесь, конечно, сколько таких людей Если что-то хоть о каждом пятом Пытаться сказать Я не хватит Но два слова Владимира Спавловича Макарея Который сидит рядом с жуком, конечно Это 345-й полк А Володя, помимо того, что был первым Настоящим героем Хотя звезду не получил Но все-таки 345-го полка Он, кстати, человек, который брал Вот это, когда брали дворец Вамина А он параллельно брал Своими кулаками буквально Сначала не стреляя Штаб КОЭС и ПВО Афганская Это был самый главный объект Ну вот А потом он Сделал Написал Собрал книгу Какую вы в жизни не видели Поэтому я вам рекомендую Когда сейчас будет перерыв Эта песня Последняя перед перерывом Подойти к Макарею У него Несколько гизитаров есть У кого руки сильные Она весит чуть ли не 5 кг Может быть он не даст Прекрасная книга И вообще, как это кто-то пошутил Было три великих полка Семеновский, Преображенский И 345-й отдельный парашютно-десантный полк Вот песня об этом полку Обними с друзьями боевыми Фронтовик поймет фронтовика Мы с тобой остались средовыми 345-го болгана Мы с тобой остались средовыми 345-го болгана Как мы были молодым по грамме Как свистела пуля по вискам Как сверкало пламя словно знамя 345-го болгана И сверкало пламя словно знамя 345-го болгана От саланга и до гумиана Лезли мы по дробам в облака Сквозь рассветы Алые как раны 345-го болгана А рассветы Алые как раны 345-го болгана Павшие поймут Одинополчане Мы сегодня выпили слегка Слишком много горя за плечами 345-го болга Слишком много горя за плечами 345-го болга Но те, кто предали нас ныне Нас и все десантные войска Мы их не простим уже во имя 345-го болга Воевали в дальних заграницах И в Москву войдем наверняка Как в освобожденную столицу 345-го болга На русскую советскую столицу 345-го болга Браво! Старик, я знаю, что кто-то меня с чем-то хотел Поздравить, наградить Это очень коротко Виктория, давай Я просто долго был верен, поэтому не знаю А без меня вышла книга Вот сейчас Вика покажет Виктория Радишевская Это главный редактор Одного замечательного издательства Которого был сказан в книге О Чечне, об Афгане О прекрасных актерах Типа Лариса Лужина Жалко, что сегодня не прошла Она приходила Спасибо Давай Микрофон Микрофон Да, наконец-то ты близко Тебе можно вручить Микрофон Да, ну я не привычный Микрофон Мои больше Да, вот это награду Это грамота Держи Ведь это сайт Журналистов России За что? Да, за личный флаг Реализацию проекта книги Афган, моя судьба Освящена 30-летию Окончание войны в Афганистане За мастерство, таланты, верность, честной журналистики Тридцать журналистов И книгу, наверное, это видели Вот если кто не видел, можно посмотреть Эту книгу Да, здесь она есть Тридцать журналистов Были в Афганистане На передовой информационной И настоящей, по сути, кровавой войны И написали об этом книгу Один из авторов, Вячеслав Киселёв, находится здесь Наградов получил эту данную И вторая книга Это «Память сильнее времени» Это книга о Чечне И здесь тоже без твоих работ не обошлось И вам сказать, что эта книга вообще очень давалась тяжело Она посвящена 20-летию Благородского кладбища И мы знаем, что многие ребята до сих пор так и не похоронены, не опознаны Это одна из самых таких, даже говорить не хочется каких-то Это материнская книга Это о женщинах, которые своих сыновей искали Вот, но без твоих стихов я не смогу вообще Как-то их идти приступить Я, например, даже буквально два слова Серебрица Наверное, ты сам спрошу дальше эти стихи Прочти Серебрица млечный путь Новую звездою Не откликнуть, не вернуть В друга после боя Перекрещенные пути Огненные и млечные Ни один не обойти По дороге вечной А книга вот О Богородском кладбище О крестах Я не знаю, как видите Если ты такие стихи вообще пишешь То, что ты такие Мы так знаем Вот Ну, то, что здесь Такие слова про кресты Вот, могу быстро найти Там уже волнуюсь Вот Вся Россия могила могилы Пусть на них не крестов Уж не звезд Неземная Незримая сила Указует Священный Погост Отчего же Скорбян от пустыни Небеса Высоки и чисты Для чего же Все зриме Ныне Наши звезды И наши кресты Я никогда не видела Спасибо сказать большое Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ